Нижегородская консерватория 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 А что же происходит на наших сценах? Продвижение, создание имиджа определенного нашей музыкальной, особенно культуры академической. Ведь это же такая потрясающая совершенно часть духовной жизни всего народа, и почти никто об этом не знает. Вот сейчас такое время. Нужно уметь говорить и представлять музыку. Нужно быть хорошим лектором. Нужно уметь строить программы телевизионные и радио, для того чтобы пропагандировать музыку. Вот это обстоятельство и подтолкнуло к созданию специальной кафедры, которая как бы вычленила определенную ветвь направления деятельности музыковедов. И ее расширила, увеличила, сделала самостоятельной. В начале 2000-х годов Нижегородская консерватория первая почувствовала необходимость в профессиональной подготовке музыкальных журналистов. Именно тогда она стала единственной, где открылось направление прикладное музыковедение. Первое, что мы сделали, попытались создать свою концепцию информационно-художественного направления, связывающую и прессу, и интернет, и радио, и телевидение, на факультете дополнительного образования. Это наша лаборатория всех новых открытий, новых специальностей, где мы опробировали наш путь. И дальше, убедившись, что это действительно дает свои результаты, что это получается увлекательно, интересно, вот после этого эту программу уже одобрило российское правительство, и теперь она вошла в стандарты для вузов всей России. Сегодня на кафедре обучают по специальностям музыкальный журналист, музыкальный редактор, лектор-просветитель. Работа музыкальных журналистов – это часть общей просветительской задачи, которая в первую очередь ставится в стенах «Альма-Матер». Замечательно, что инициаторами и организаторами стали многие ведущие преподаватели и профессора консерватории. Среди них были исполнители, и музыковеды, и композиторы. Те, кому кажется, и они уверены, журналистика просто необходима. Мы попробовали создать новое направление. Хочется вспомнить имена таких легендарных профессоров. Это Владимир Михайлович Циндровский, Олег Владимирович Соколов. Свой вклад, энтузиазм, свое творчество и талант внесли лучшие журналисты Нижнего Новгорода, которые с первого дня основания кафедры до сегодняшнего дня с нами. Тут я хочу назвать профессора Диану Игоревну Кузнецову, теле журналиста, Евгения Бенича Семенова, Вера Борисовна Валькова и, конечно, профессора Московской консерватории Татьяна Александровна Курышева, чей учебник для нас сегодня настольной книгой. А также хочу вспомнить замечательного журналиста, радиожурналиста, актрису, публициста Марину Юрьевну Митилёву, которой уже сегодня нет с нами. Но она столько дала нашим студентам, она так смогла увлечь их театром, искусством театра, искусством радиожурналистики, что для многих студентов это стало излюбленной профессией. За пять лет мы приблизились к ситуации, я не имею в виду, вот мы, студенты-журналисты, приблизились к ситуации, которая сейчас в спортивной гимнастике наблюдается. Сложность возросла настолько, что уже нужно в организационной отметке вводить новые параметры. То есть первое, это вот за сложность элементов, второе, за технику исполнения, помимо совершательности и художественной стороны. Поэтому мы возрождаем точку, сейчас профессионалы на радио не занимаются, по крайней мере, последние лет 10-15. Во все времена хранителем культурного наследия и связующим звеном между музыкантом и слушателем выступала музыкальная журналистика. Так и сегодня в стенах консерватории продолжается освоение создания информационных и художественных радиопрограмм. Пять лет назад профессорами и студентами кафедры журналистики был создан радиожурнал «Музыкальный календарь», где освещаются самые интересные культурные события консерватории и города. Сегодня кафедра продолжает развиваться, жить. У нас новые преподаватели, молодые, уже и наши выпускники с нами. И появились также не менее увлеченные, талантливые люди, которые нас поддерживают, московские теле- и радиожурналисты. Людмила Романовна Кириллова и Елена Леонидовна Озерова. Они дают нам новое дыхание, открывают новые пути. С ними мы познаем вершины журналистского творчества, новые неожиданные ракурсы нашей работы. Мы все уверены, что журналистика – это творчество. А творчества без практики не бывает. Универсальность нашей профессии, умение почувствовать себя в разных областях СМИ делают наше образование в консерватории действительно уникальным. Подобного нет ни в одной консерватории России. И вот нам уже 15 лет. И за эти годы мы поняли, что мы вырастили более сотни уже выпускников-журналистов, которые работают в различных СМИ по всем городам России. И в издательствах, и на интернет-сайтах, и в театрах, и в филармониях, на радио, и телевидение. Сегодня практически ни одно культурное событие не обходится без внимания музыкальных журналистов. Записи интервью, съемки концертов, гастролей, спектаклей, создание анонсов и аннотаций, заметок и рецензий, теле- и радиоэфиров. Наверное, многих по ту сторону экрана интересует вопрос – а что же такое музыкальная журналистика? Это новая, уникальная, удивительная специальность. Она не случайно возникла и не случайно возникла в нашей консерватории, потому что сам предмет, о котором мы говорим, – это музыка. И этим должны заниматься музыканты, консерваторцы, те, кто любят бесконечную музыку, те, кто профессионально ее знает и понимает. И потому задача музыкальных журналистов рассказать о музыке интересно, ярко, увлекательно. Так что все почувствовали эту необходимость в этой красоте и могли войти в этот мир удивительный, но, конечно, непростой. Это мост между музыкой и обществом. Это те, кто объясняют музыку обществу, популяризируют музыку в обществе, пропагандируют музыку, кто делает ее более понятной, доступной, желанной, кто умножает популярность музыкального искусства. Мы все время находимся в ситуации двойного служения. Задача служения культуре по принципу «если не мы, то кто?». Но вторая задача и второе подчинение – это как раз служение обществу. Наш музыкальный журналист готов сразу и снимать, и озвучивать, и готовить сценарий. И этим отличается как раз специфика подготовки от журналистов вообще в других вузах. Мне кажется, музыкальная журналистика – это самая сложная область журналистики, потому что мы должны показать то, что звучит, то, что, в принципе, не показывается, то, что слышится ушами. Это очень сложно. Музыкальная журналистика – это большой материк, который еще надо осваивать, осваивать и осваивать. И так получается, что музыкальная журналистика – это не просто информационная среда, которую мы пытаемся сейчас создавать где-то с нуля, где-то продолжая традиции. Это, конечно, не просто критика, хотя тоже очень важное и нужное и сложное дело, но это искусство. Искусство, требующее эстетической отдачи. Это творчество. Это действительно очень непростой путь, сложный, который собирает многое, многие знания, многие умения, талант определенный просветительский, умение заразить публику своей любовью к музыке. Особенно сегодня важно владеть всеми СМИ. И поэтому задача музыкального журналиста – это не просто быть музыковедом, хорошо информированным в мире музыки, но это умение еще владеть всеми электронными средствами. И интернет, и радио, и телевидение. Быть оператором, быть звукорежиссером, видеомонтажером, сценаристом, исполнителем, интерпретатором словесным, визуальным всех тонкостей музыки. То есть задача – сохранить знания о музыке и соединить их с журналистскими лучшими методами, возможностями, которые дают современные СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова